Что такое Теудат Маавар, он же Лесе-Пасе, и чем он отличается от Даркона? К сожалению, по новым правилам получить полноценный заграничный израильский паспорт, Даркон, Олег Адаш или новый репатриант, может только спустя год после репатриации. Да и то, если прожил в стране не менее 75% времени от этого года. Однако, выезжать за пределы страны многим гражданам как-то нужно. К тому же рядом Европа, которая манит дешевыми рейсами лоукостеров. Как же быть? В любой момент можно заказать в Управлении народонаселения и иммиграции Теудат Маавар, в переводе с еврита проездной документ, также ошибочно называемый Лесе-Пасе. Почему ошибочно? Потому что Теудат Маавар путают с Теудат Маавар Ахат Паамим. Одноразовый проездной документ – это бумага формата А4 с фотографией, подписью консула, которая выдается исключительно за границей в консульстве Израиля, гражданину, который потерял свой паспорт, к примеру, просто для того, чтобы он мог вернуться на родину. Вот на ней и есть слова Лесе-Пасе на французском, но название приложилось и перенеслось на Теудат Маавар, который к этой бумаге отношения не имеет. Красиво звучит, видимо, французское название. Теудат Маавар – это полноценный заграничный паспорт с красивой обложкой, где размещены ваши личные данные, фотография и биометрический чип, если вы получили этот документ в Израиле. Срок действия паспорта – 5 лет с момента выдачи. Кому выдается? Первое – это новым репатриантам, у которых еще не прошел один год после получения Теудат Оле – удостоверение репатрианта. Второе – гражданам Израиля, которые живут в других странах и получают его в консульствах Израиля. Там обычно выдается Теудат Маавар без чипа, то есть не биометрический. Юридически он ничем не отличается от своего биометрического собрата. Итак, чем отличается Теудат Маавар от Даркона? Только тем, что Теудат Маавар признают как документ для безвизового пересечения границы ограниченное количество стран. На сегодняшний день их порядка 60. Напомню, что по Даркону без визы вы можете въехать в более чем 160 стран. Есть разница, согласитесь. Неплохая мотивация, чтобы жить в Израиле. К счастью, в список признающих Теудат Маавар входит практически вся Европа. К сожалению, кроме Великобритании, что избавляет владельцев Теудат Маавар от необходимости получения виз. Ну а где посмотреть актуальный список стран, допускающих безвизовое пересечение границы по Теудат Маавар? Ссылку я оставлю в своем телеграм-канале, который называется «Репатриация в Израиль 2023». Там сведены в таблицу не только названия стран, но и ссылки на подтверждающие документы и указаны сроки пребывания по Теудат Маавару в каждой стране. Ну а как заказать Теудат Маавар? Точно так же, как и Даркон. Взять очередь на сайте GoVisit в управление народонаселения и миграции. В отличие от старого MyVisit, тут очень дружелюбный интерфейс на русском языке. Ну а если вы досмотрели это видео до конца, то хочу пригласить вас подписаться на мой телеграм-канал «Репатриация в Израиль 2023», где мы постоянно публикуем инструкции, лайфхаки, полезные новости, советы. Так же вы там найдете разного рода рекомендации для жизни в Израиле. Все, что нужно знать новому репатрианту на канале «Репатриация в Израиль 2023». Спасибо. Спасибо.